Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будут покупочки в фикс прайс. И не просто покупочки в фикс прайс, а сегодня будет одежда. Каково было мое удивление, когда я зашла в фикс прайс, и, я не знаю, мне кажется, половина фикс прайса уже в одежде. И у меня возникла идея, а может быть, снять отдельное видео и показать, померить одежду из фикс прайса. Конечно, я выбирала только то, что нравится мне. Я расскажу, конечно же, какие еще я видела там вещи, которые не ожидала там увидеть, но которые я не взяла, и скажу, по какой причине. А так я, конечно же, выбирала вещи, которые я могла бы носить, сниматься, и, например, вот эта вот замечательная футболка, туника, платье в одном мне очень понравилась. Там были разные расцветки, были голубые, полосатые, были однотонные, темные, светлые. И, на самом деле, меня привлекла одна такая туника, она такая ярко была розовая, и на ней был нарисован кот. Но потом, когда я уже увидела вот эту вот расцветочку, конечно, я решила все-таки ее выбрать. Здесь нарисована акула, длины она такой, что можно носить под лосины, под шорты, под джинсы, и также, если по дому, даже можно самостоятельно носить как платье. Ткань здесь, конечно же, это стопроцентная синтетика, тут полиэстер или что-то такое. Не знаю, потеть, наверное, в этом будем точно, но, например, мне для видео сняться, или просто, блин, сфотографироваться, или там, я не знаю, по дому походить. Ну, короче, пригодится, мне она понравилась, и когда я ее померила, пришла домой и покрутилась, она мне понравилась еще больше. Посмотрите. Размер этой туники 44, но, в принципе, она на мне хорошо сидит, и если был бы 42, может быть, уже сидел бы не так. Футболки я вообще люблю оверсайдс, я люблю большие, поэтому я порой покупаю, бываю, и М размер, и Л на себя, потому что я люблю футболки не обтягивающие, а прям свободные и хорошо так свободные. Мне это больше нравится. Поэтому смело можно брать 44-46 размер даже на эску. Еще из прикольного, я вообще очень удивилась, мои любимые комбинезончики. Кстати, размер здесь 42. Понравились расцветки, понравилась ткань. Ткань здесь 95% полиэстера, конечно, синтетика, но она очень мягкая, честно говоря, и приятная. Это комбезики. Посмотрите, расцветка вообще шикарная, она мне вообще подходит под глаза, под блондинистость мою. Офигенный сам дизайн, то есть он легкий, простой, подчеркивает фигурку. Здесь на резиночке, резинка совершенно не давит. Размер 42, поэтому, ну, прекрасно сидит, хорошо. В принципе, и 44, я думаю, хорошо бы сидел. Здесь идут завязочки вот такие вот, кисточки. В общем, посмотрите, как он на мне сидит. Мне прям очень понравилось, и шикарная расцветка. Вообще, конечно, я сразу хотела подарить кому-нибудь, но померила себе, и что-то пока оставлю. Пока оставлю. Может быть, я разыграю это где-нибудь в конкурсе. Ну, реально классный комбинизвончик. Итак, покупочки меня радуют. Продолжаем. Еще одна маечка, но это уже продается в фикс-прайсе давно. Это тельняшка. Честно говоря, я хотела ее себе тоже давно. Размер взяла 46, и она прекрасно у меня сидит. Если был бы 42-й, 44-й, мне кажется, был бы даже маленький. Что здесь хорошо, что здесь уже 100% хлопок. Но, вы знаете, я заметила, что хлопок хлопку рознь. Ну, видимо, покрашенный хлопок. Я думаю, что нужно постирать ее несколько раз, тогда она уже будет мягкая, классная. Да, кстати, мама же мне говорила, она же любит хлопок. Она говорит, что некоторый хлопок, который берешь, он сначала жестковатый такой, сильно. Его надо постирать, и потом он становится как тряпочка. И, в общем, тельняшка. Ну, это же прикольно такая тельняшка, что-то такое басяцкое, что-то такое. Ну, не знаю, мне нравится. И я думаю, ну, раз я уж снимаю видео, то я позволю себе купить тельняшку. Цвета там были еще светло-голубой, но мне нравится именно темно-синий. Светло-голубой. Голубой и синий. Мне понравился больше синий. В основном размеры там идут 50, 52, 56. Ну, в принципе, я бы и 50 взяла, если бы не нашла 46-й. И еще такие же майки там были расцвета, знаете, хаки. Вот такое вот, как это, типа спрятаться в лесу где-то. Ну, тоже можно было бы взять, но пока я решила остановиться на тельняшке. Мне она очень понравилась, и мне кажется, вообще классно. И видюшку в ней с ней снять классно, и прямой эфир классно провести. В общем, мне понравилось. А главное хлопок. Следующее это шортики. Та-дам! Розовые шортики. Они явно тоже из полиэстера. Что тут у нас написано? 97% полиэстер, 3% эластан. Вот эти шортики были все маленьких размеров. То есть 42, 44... Ой, 46 даже я нашла. Так это 46-е. Они у меня вообще в обтяжку. Сейчас вы увидите. В обтяжку. В принципе, неплохо сидят. Они прикольные, розовые, милые. Мне по цвету очень понравились. Жалко, конечно, что большинство одежды там все-таки синтетика. Синтетику я не очень люблю, конечно же, для себя носить. Синтетика бывает еще, конечно, разная, в которой даже не потеешь. По-моему, есть такая синтетика. Но сама расцветка, сами шортики, они прикольные, красивые и сидят классно. Ну, мне понравилось. Зацените. О, когда я увидела вот эти брючки. Это бриджики, велосипедки хлопковые. Там были разные расцветки. Мне очень понравилась вот эта расцветка. Такие звездочки, что-то серенькое, ну, прям такое нежное, с кармашками, на резинке. Честно говоря, я думала, что они будут свободнее. Я взяла размер 42, то есть свой размер взяла. А когда я ходила, они на самом деле в обтяжку, прям, знаете, в обтяжку. Я люблю свободные. Я думала, они будут свободные. Поэтому я, в принципе, так как резинка, она не давит, но здесь хорошая резинка. То есть я могла бы взять и больший размер. И 44, и 46 взяла бы, и 48, может быть, взяла бы. Главное, чтобы они на резинке были бы хорошо. А то, что здесь свободные, было бы, в принципе, неплохо. Мне понравились вообще классные. И я их, скорее всего, буду таскать. Но вот если бы они были свободные, я бы их точно таскала бы больше по дому. Потому что я люблю в свободненьком ходить. А то, что я не сделала вот так вот в обтяжку, как велосипедки, не знаю. Возможно, даже отдам кому-то поменьше. Кто поменьше размером, чем я. Так же я не обошла стороной нижнее белье. Та-дам! Я купила трусики, 77 рублей. Трусики бесшовные. Там были черные и белые. Я решила проверить, как они будут сидеть. Сказать вам о размере, в размере, да, как оно идет. Так, 85% полиэстер, 15% эластан. Значит, 42 размер сидит мне идеально. То есть, вот эта резинка сверху, она прям плотненькая. Может быть, даже немножечко, капельку пережимает. Но, в принципе, там резинка или пояс, это неважно, не видно будет, да, что пережимает. Самое главное, чтобы оно не пережимало в районе ягодиц. Потому что здесь уже будет некрасиво. Нам нужно, чтобы не было видно швов, да. Типа швов не видно, но видно, как передавливает. Здесь все идеально. Идеально. Вообще классные. Нужно еще взять себе черненькие и беленькие. Можно даже попробовать 44 размер. Я бы попробовала. Поэтому, смотрите, на XS они тоже, я думаю, хорошо подойдут. Белые взяла трусики. И взяла еще вот такие белые, тоже 77 рублей. Мне понравилось, что они, вот видите, в какую-то такую полосочку. Вот такую. И здесь на кончиках вот такая рюшечка. Сели они прекрасно. Удивительно нежные такие. И очень красивые. Вы вообще не скажете, что это какие-то дешевые трусы, знаете, из фикс прайса. Они очень классные. И даже, я бы сказала, сексуальные. Ну и приобрела я два головных убора. Первый головной убор, это вот такая шляпа. 99 рублей. Та-дам! Я думаю, что она прекрасно будет. Знаете, мы с Кристинкой, у нее уже бассейн уже скоро дома будет. И вот это солнце палящее, да, взяла, одела. Я, кстати, мне кажется, все шляпы свои соберу и туда ей отвезу. И буду в них вот там вот загорать, плавать. И пусть другие загорают и плавают. Так что из всех шляп, которые были представлены там, эта шляпа мне понравилась больше всего. Я, конечно же, искала шляпу с полями, большими. Мне прям хотела, знаете, такая шляпа и такие большие поля. Вот где бы я только у Кристинки бы в ней загорала. Может, кстати, и вот эту можно выровнять. Вот так, смотрите. Выровнять, поля разложить. Может, что-то другое бы было вообще. О, смотрите. Да? Уже что-то другое. Совсем другая шляпка. Она белая в сеточку, легенькая. Белая это хорошо во время солнца. И здесь красивая такая вот, как это сказать? Скажу, дизайнерское красивое решение такое, чтобы обыграть нашу шляпку. Чтобы она не была совсем скучной. И еще взяла черную кепку 99 рублей. Так как, вы знаете, коллекционирую кепки. У меня, кстати, из Фикс Прайса есть еще одна кепка. Они до сих пор там продаются. А так я взяла черную кепку. Обычную, классическую черную кепку. Кстати, скажите, как мне идет. Кепка здесь достаточно такая плотненькая. Да? То есть форму держит. И козырек, он такой узенький, не широкий. Он узенький и уже завернутый. Сзади можно регулировать размер по голове. В принципе, черная кепка пусть будет. Она всегда, я думаю, пригодится. Ну и пусть лежит в моей коллекции. Ну вот и вся одежда на сегодня. Я надеюсь, мое видео понравилось. Вам понравился мой обзор. Из тех вещей, которые мне еще понравились, я там видела кожаную юбку. Кожаная юбка, она на резинке и такая к лешам идет. К сожалению, такая юбка, ну реально мне, наверное, мне кажется, уже не по возрасту, либо даже не по фигуре. Потому что первым делом у меня растет животик, когда я поправляюсь. И если одевать подобные юбки, то я кажусь прям, знаете, как будто на пузо натянула эту юбку. Не знаю, ну в общем, мне не нравится. Ну и вообще, когда я на себя смотрю в таких юбках, мне кажется, что это немножко такое помладше возраст должен быть. Еще там были некоторые прикольные идеи. Возможно, я еще вам сниму подобное видео с одеждой. Если вам понравилась эта идея, обязательно пишите об этом в комментариях, что хотите еще такие видео, что вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Вот, и я тогда сниму вам видео. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Пошла готовиться к следующим видео. А с вами прощаюсь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok